Спортивные мероприятия в крае отменены, вузы постепенно переходят на дистанционное обучение, в магазинах с полок исчезают крупы и консервы, жители готовятся к возможному карантину по коронавирусу. Между тем в регионе подтвержденных случаев заболевания пока нет, нет в аптеках и масок. Насколько готовы в крае к возможному появлению вируса и о самых важных мерах профилактики. Поговорим сегодня в студии с главным эпидемиологом Края Ириной Переладовой. Здравствуйте, Ирина Владимировна, рада вас видеть. Вопросов масса. Я начну с вопроса, который вот накануне волновал очень наших телезрителей. Есть ли тесты на коронавирус, я так понимаю, переживают, что не смогут оперативно выявить тех, кто заражен? Ну вот что под тестами они подразумевают? На самом деле это возможность лабораторной диагностики проведения, есть ли у человека такой возбудитель? На самом деле Алтайский край готов к этому, работает и успешно работает. В течение последних четырех недель Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае работает, а сейчас и в круглосуточном режиме принимает биологический материал для проведения исследований. И учитывая то, что у нас производителем являются наши соседи, это город Новосибирск, вектор, поэтому край готов к диагностике коронавирусной инфекции. Тест-система есть. Их много вот этих тестов, потому что считают, что вот на меня именно не хватит, вот если у меня случится какая-то проблема? На сегодняшний день этот запас пополняем и проблем о том, что у нас чего-то нет или чего-то не хватит, пока не обсуждается. У нас тестов достаточно. Вот эти тесты, да, и анализы вы берете исключительно у людей, которые прилетают сейчас из-за рубежа, вот как это происходит. На сегодняшний день есть четкие рекомендации, кого мы обследуем. Рекомендации выданы Федеральной службой Роспотребнадзора. Те люди, которые у нас приезжают из-за рубежа, которые абсолютно здоровы, особенно из тех стран, в которых регистрируется заболеваемость, те, которые страны неблагополучны, потому что там действительно есть достаточно высокий уровень заболеваемости. Это страны Западной Европы, мы знаем, да. Китай мы все-таки не снимаем со счета, если люди у нас оттуда прилетают. Поэтому, конечно, да, мы проводим обследование на десятый день после пересечения границы. То есть они прилетают и никакие анализы у них сразу не берут? Вот у меня подруга прилетела из Вьетнама в Москву и была очень удивлена, что в аэропорту даже температуру не померили и тем более никаких москов не взяли и на карантин не отправили. Вообще, на самом деле, температуру не меряют в буквальном смысле этого слова. То есть никто в руки термометр не даст. Сегодня стоит тепловизионное оборудование и люди, проходя именно через это оборудование, те, кто отслеживает людей с повышенной температурой по инфракрасному излучению, их просто видят. Поэтому, вот так сказать и каждого предупредить, мы вам сейчас дадим термометр. Наверное, люди ожидают, видимо, этого нет. Ну, может быть, тепловизоры они не видели. Ну и, допустим, из Вьетнама, наверное, те, кто прилетает, не берут анализы. Мы не будем сейчас обсуждать эту ситуацию в Москве. Почему? Я говорю применительно к нашей территории. У нас же тоже... И ситуация сегодня меняется. Каждый день мы с вами можем закончить передачу, и у нас появятся какие-то новые вводные. Мы с вами можем сегодня четко проговорить, что если те люди, которые были у нас в этих странах, и они вдруг начинают заболевать, на сегодняшний день четко прописано, и мы это делаем, мы людей обследуем не только на коронавирусную инфекцию. Ведь человек же может заболеть не только коронавирусной инфекцией. Конечно. Сегодня ведь сохраняется еще достаточно высокий уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. Поэтому одновременно проводится исследование на наличие вирусов. Не только коронавирусов, но и гриппа, и респираторно-вирусных... У этих людей? Конечно. Конечно. Поэтому мы должны понимать, почему человек заболел, и разделить эту заболеваемость как минимум на две части. Банальная заболеваемость, которая характерна для этого сезона времени респираторно-вирусными инфекциями. Да, и возможная заболеваемость, которая вызвана контактом с заболевшими людьми где-то. То есть, либо это будут страны, откуда прилетели, либо ВКонтакте где-то были уже в Москве. У нас такие люди есть, которые за границей... Они сразу отправляются на карантин? Конечно. Как только человек приезжает сюда, есть телефоны горячей линии. Горячие линии в управлении Роспотребнадзора, Министерство здравоохранения Алтайского края. Все эти телефоны опубликованы. Они есть на сайтах и нашего управления Роспотребнадзора в Алтайском крае, и Министерство здравоохранения Алтайского края человек. И мы получаем хорошую ответную реакцию. Человек, приехав домой, звонит на горячую линию, называет себя, что он вчера прилетел. То есть, вероятно, к нам идут эти документы, а человек к нам уже обозначился. И мы, понятно, что сразу же откликаемся на то, что передаем в поликлинику по месту жительства медицинским работникам, информируем и проговариваем все вопросы. Управление Роспотребнадзора в Алтайском крае выдает каждому человеку постановление главного государственного санитарного врача. Ну, наверное, мы не будем говорить, что это карантин, да, об ограничительных мероприятиях и самоизоляции на дому. Что это значит? Это значит, человеку рекомендовано не выходить из дома, не выходить и следить за своим здоровьем. Медики будут ходить, медики будут наблюдать. Вот у нас такие люди, которые, вот мы даже делали опрос на улице, люди говорят, что какой карантин? Вот если я не болею, даже если объявят карантин, вот мне надо, я пойду. Кто будет следить? Кто сейчас следит за тем, чтобы человек не выходил? На сегодняшний день, во-первых, медики однозначно все знают своих пациентов, которые находятся у нас на домашней изоляции. Это один вопрос. Второй вопрос. Людьми, которые приезжают и вручаются постановления главного государственного санитарного врача, причем вручаются не только на нашей территории, мы уже имеем людей, которые приезжают, имея на руках. Это постановление очень быстро. Если люди работающие, медицинские работники выписывают больничные листы на именно ограничительные мероприятия на 14 дней. Но 50% успеха во всех профилактических мероприятиях – это обратная связь. То есть самосознание каждого человека, оно должно в этой ситуации срабатывать. Если тебя на карантин отправили, ты должен понимать, что ты можешь заразить, если что. Это не меры. Человек, мало того, заболеет сам. Мы не вовремя уловим ситуацию, когда своевременно для оказания медицинской помощи, но и, безусловно, сидя дома, мы минимизируем контакт с этим человеком. Поэтому это эффективные и правильные меры. Вот тоже очень популярный вопрос. Сейчас многие СМИ, зарубежные в том числе, пишут, что коронавирусом болеют очень тяжело пожилые люди, то есть старше 60 лет. Так ли это? На сегодняшний день мы с вами можем только опираться на ту статистику, которая есть. Да, по статистике сегодня, по ситуации, которая, в принципе, была зарегистрирована в Китае, мы понимаем, что да, это действительно так. В странах Западной Европы мы находим этому подтверждение. Поэтому, естественно, на те страны, в которых уже развивается эпидемическая ситуация, мы, конечно, ориентируемся. Но хочу сразу оговориться. На сегодняшний день заболеваемость не исключена у людей любого возраста. Поэтому сегодня мероприятия проводятся, охватывая все население Алтайского края всех возрастов. Мы не говорим, что мы выборочно работаем в профилактических мерах на какой-то контингент населения. Нет. Мы бережем и стараемся обеспечить безопасность всего населения Алтайского края. Масок нет. В аптеках нет масок. Если где-то они вдруг есть, то они дороже гораздо в цене. Вообще здоровым людям нужна эта маска или нет? Потому что много споров помогает, не помогает. И стоит ли там шить самим эти маски? Вообще, на самом деле, тогда, когда вот такая ситуация развивается, безусловно, средства индивидуальной защиты правильно иметь, правильно ими пользоваться. Взять негде. Вы знаете, я, наверное, готова с вами поспорить. Бывает так, что и негде. Но на сегодняшний день маски в Алтайском крае есть. Вероятно, на тот момент бывает такая ситуация, что есть перебои. Но я сама проходила по аптекам, нет масок. Но бывает такая ситуация, мы тоже, вот как ни хуже, мы с вами сейчас проговаривали, да, а нет антисептиков, а есть. Мы просто не туда смотрели и неправильно… Ну, это надо весь город обойти. Может быть, в одной аптеке ты где-то найдёшь, но, по крайней мере, действительно нет. Что делать из марли? При всём при том, как бы то ни было, марлевые маски тоже никто не отменял. Это маски многоразового пользования. Маски четырёхслойные. И тогда, когда человек пытается как-то защитить себя, это будет одна из тех мер профилактики, которая тоже будет… То есть рекомендуете всё равно? Конечно, конечно. Другое дело, она должна использоваться не больше двух часов, она должна пройти стирку и проглаживание, то есть это своего рода термическая дезинфекция, и использоваться чётко вот во временном периоде времени. А не так, что мы ребёнку дали масочку одну на неделю в школу и сказали, выйдешь из дома на день, и целый день бедный наш ребёнок ходит с вами, не говоря про взрослых. И толку ноль. И толку ноль, да. Опять же, противовирусные препараты, да, от которых мы пытаемся защититься в период ОРВИ, гриппа, тот же орбидол, инговерин, вот от свиного, говорят, очень помогал. Стоит ли вообще закупать, может быть, употреблять в качестве профилактики? Мы в любом случае с вами говорим о том, что это лекарственные препараты. Поэтому, как бы то ни было, любые лекарственные препараты имеют противопоказания. Хотелось бы оговориться об одном. Есть вопрос профилактики с применением лекарственных препаратов, есть участковый терапевт. Согласовать с ним все вопросы. На самом деле, если мы сегодня говорим официально, этиотропного лечения данного заболевания нет. Да, есть медицинские рекомендации по использованию и применению препаратов в мире, которые показали свою эффективность. Мы сегодня, это узкоспециализированный вопрос, не будем об этом говорить, дабы не вводить людей в заблуждение. Мы оставим это нашим докторам, которые в нужное время, в нужный час будут применять эту схему. Потому что все меняется, не знаем, как завтра будет. Может быть, завтра будут какие-то следующие рекомендации. Поэтому, ну вот, пока же... Нет смысла, я так понимаю, пить противовирусные в любом случае. Конечно, нет. Вообще, просто так ничего не надо делать. Но опять же, вот если, да, заболел, говорят и противовоспалительные препараты, они еще усугубляют даже течение болезни. Это все-таки говорят. Все-таки стоит этот вопрос решать с лечащим доктором. Поняла. Какие основные меры профилактики? Мы уже сказали о масках, да? Где взять антисептические средства? Мы с вами обсуждали до того, как... Потому что мы с коллегами общались, и у меня родственники тоже говорят, ну нет антисептиков в магазинах. Вообще, на самом деле, и в аптеках они есть. Они есть, я ехала к вам, в том числе у нас на заправках есть. Надо внимательно спросить. Антисептики гелеобразные для обработки рог. Они небольшие, удобные флакончики, именно как раз для того, чтобы на сегодняшний день, это карманный вариант, можно было положить и в дамскую сумочку, и можно было положить где-то в машине у себя. Поэтому в данной ситуации самое главное, не надо гоняться за модными антисептиками, не надо сегодня искать что-то из ряда вон выходящее. Самое эффективное и самое главное, это гигиеническая обработка рук с мылом. Сколько раз в день? Вот на сегодняшний день мы выходим из помещения, руки моем. Мы приехали откуда-то, мы берем за ручки дверей. Если это общественный транспорт, за поручни берем. Если мы бываем в магазине, это точно так же, мы открываем все руками, мы с ногами не будем это пинать. Не везде есть, как бы сказать, те двери, которые самооткрывающиеся. Конечно, правильно придется. Обычным мылом? Обычным мылом. Но руки надо мыть. Самое главное, это обработка гаджетов. То, о чем мы всегда говорим. Мы можем 8 раз вымыть руки, но ни разу не обработали телефон. Все, что было на руках, все есть на телефоне. Зачем руки мыли? Чем обработать? Как не испортить оргтехнику? Достаточно в магазине, там, где продают оргтехнику, всех салфеток, которые... Спиртовых салфеток, да? Ну, их есть специальный состав, который не портит ни пластик, ни оргтехнику, не испортит ваши телефоны. Вот смотрите, если вдруг заболел, сейчас ОРВИ и грипп все еще есть у нас, март месяц, на улице слякать, может быть, просто какая-то простуда, при какой температуре врача вызывать? И вообще стоит ли идти в больницу или все-таки домой? Совершенно правильный вопрос. Не стоит, во-первых, идти в поликлинику, потому что человек заболел, мы видим, какая осторожная ситуация на сегодняшний день, поэтому правильнее вызвать на себя врача. А если не дождешься, народу много? Я думаю, что в любом случае это вопрос решаемый, все равно вызов будет обслужен. Я не хочу сказать, что это будет сделано прямо сейчас, и через 5 минут к вам прибежали. Однозначно, вызов врача должен быть, врач придет, все вопросы прорешает. Бывает ситуация, то, о чем вы говорите, нарастает ситуация, температура 39, пока доктор не дошел, вызываем скорую помощь. Тут другого варианта нет. При ухудшении состояния, с температурой выше 38, состояние ухудшается. Мы не ждем врача, мы вызываем скорую помощь. Потому что мало ли что. Да. Опять-таки, люди переживают, очень сильно воздействует вирус на легкие. Все мы знаем, все пишут в интернете. Аппаратов искусственного дыхания достаточно ли? Или он один, как говорят, на тысячу пациентов, и вот, собственно, не спасется никто? Вы знаете, сегодня статистика вещь упрямая. И мы по той ситуации, которая развивается, мы видим, что тяжелых случаев и случаев, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, их не так много. В настоящее время у нас в Алтайском крае более 800 аппаратов искусственной вентиляции легких. У нас такого количества во всей России даже не зарегистрировано всего случаев заболевших. Поэтому говорить о том, что мы чего-то не сможем и где-то не успеем, наверное, это тоже неправильно. Медицинские организации готовы сегодня к оказанию медицинской помощи. Оборудование есть, медицинский персонал обучен. Самый главный вопрос – не затягивать обратиться именно к медицинским работникам с теми вопросами состояния здоровья, которые беспокоят человека. Меры профилактики сами используете какие-то? Да, конечно, не хуже вас, как вы говорите. Это антисептики, это мытье рук, это обработка всех наших гаджетов. Безусловно, это режим труда и отдыха. Конечно, это здоровое питание, это двигательная активность. Мы не застрахованы никто от того, что на сегодняшний день человек может заболеть. Это ведь те же самые меры профилактики, как при респираторно-вирусных инфекциях. Путь передачи примерно одинаковый. Вот какой период времени может эта ситуация развиваться, и когда, я не знаю, вы, конечно, не прогнозист, она может пойти на спад. Ну, допустим, если брать всю страну и Алтайский край. Мы вообще готовы к трём месяцам напряжённой ситуации и работе в этих условиях. Будет она развиваться дальше, мы и дальше будем работать. Поэтому в этой ситуации мы не говорим о том, что всё завтра будет хорошо. Да, это завтра настанет, но, наверное, немножечко с пролонгированным временем. Поэтому будем надеяться на то, что мы справимся с этой ситуацией. Тем более опыт работы у нас есть в 2009-2010 году, когда ситуация была хуже, когда было много заболевших, были летальные исходы, тоже была очень напряжённая ситуация. Но, тем не менее, мы все с ней справились. Спасибо большое. Я думаю, что мы с вами пожелаем здоровья людям. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с главным эпидемиологом Края Ириной Переладовой.